всем привет меня зовут настя вы находитесь на канале посвященном вязанию и теплым вещам созданным своими руками я вас приветствую в очередном недельном миксе будем говорить о вязании о рукоделии обо всем что меня вдохновляет и я вам желаю дальнейшего приятного просмотра привет друзья сегодня воскресенье начинаю записывать этот недельный микс идя в гостиной уже поздно вечером что-то прогуляла я световое время но решила что сегодня подключусь потому что верно что завтра я что-то успею еще новое сделать давайте расскажу про вязание в предыдущем недельном миксе я начала вам рассказывать о том что я вяжу жаккардовый джиппер по описанию журнала санэвгард это довольно классический жаккардовый джиппер многим он понравился давайте посмотрим на какой стадии я сейчас нахожусь я уже начала вязание по кругу после подрезов и буквально за два вечера неплохо продвинулась я думаю что мне еще предстоит вывязать такие три жаккардовых раппорта и уже смогу перейти к вязанию резинки потому что она там довольно широкая будет жаккард выглядит прекрасно он мне кажется абсолютно такой классический на все времена кто-то даже написал что немножко в морском стиле ну я бы сказала что он просто прекрасно будет смотреться в повседневных образах с джинсами с белыми джинсами с синими джинсами что-нибудь еще можно будет на горло добавить шашлык может быть какой-нибудь и вот такой вот результат на сегодняшний день после подрезов я провязала ну не могу сказать что прям очень много сантиметров но но достаточно и у меня в работе пошел третий моток основного цвета расход пряжи фантастический для насочной пряжи мне кажется очень здорово и я думаю что мне не понравится биться даже 7 мотков пряжи как было заявлено в журнале в описании кстати говоря вяжу я из вот такого вот журнала вот бренда сан изгар и собственно похожая модель только и главным представлены на обложке у меня тоже будет такой полосатый воротник полоски будут на манжетах рукавов и внизу изделия но просто у меня спущенный плечо пока все отлично идет им с радостью продолжу процесс уже прямо сейчас после того как с вами пообщаюсь что еще происходило я также вам начала показывать начало шитья раскроя нового платья и выходные я немножко позанималась пресс мне осталось совсем немного работы мне нужно подшить рукава шить молнию и почти не изделий практически всю сборку я уже завершила получилось такое очень девчачье платье довольно прилегающего силуэта поэтому в предыдущих версиях этого платья я делала пуговицы как было в выкройке в этот раз я пуговицы не сделала решила что мне достаточно будет одной пуговки сзади но явно вы не прорезаем поэтому нужно будет поставить молнию молнию я сегодня докупила буквально и думаю что я эту работу всю завершу уже завтра и приступлю к шитью еще одного платья планах платит много нужно еще будет распечатать кое-какие выкройки которые у меня уже есть в наличии и буду рассказывать вам об этом на этой неделе но на сегодня с вами буду прощаться увидимся с вами завтра в понедельник завтра буду шить платье ну и еще возможно что-нибудь успею поделать цветочки буду пересаживать купила новые горшки я рассказывала что консультировалась по растениям со знающим человеком и теперь планируем кое-какую пересадку растений в новой глиняной горшочке такие планы на завтра увидимся с вами понедельник а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Четыре медицинских кубочков Дальше У нас осталась차�яем Дальше Субтитры создавал DimaTorzok НЕВЕ Trekk Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Ставал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok попробовать решила что в следующем рюш не будет что будет просто оверсайз платье потому что но они очень носибельные можно носить с чем угодно и следующий не будет исключением и пока я искала ткань достал отрез я выяснила что я оказывается умница разумница такая прошлый раз фланели заказала два отреза и у меня осталось еще примерно полтора метра вообще не израсходованных и остатки от пошива платья так что я думаю что я вообще не расстроилась очень даже была рада симпатичнейший print и оставилась у меня ткани либо на какую-то стежку красивым принципе эту стежку знаете что было бы здорово даже на подкладку пустить для тепла какой-нибудь теплый стега на жилете шить здесь однозначно хватит ткани и давайте расскажу из чего я начала шить следующий платье я вам этот отрез уже показывала не раз в кадре и это вот такая вот красивая крапива раме цвета грозовой тучи я обожаю этот цвет когда я подношу его к лицу мои глаза становятся прям и голубые голубые синие тоже в грозовую тучу уходит и у меня здесь тоже два отреза ткани я покупала эти ткани одновременно у меня снова будет остаток я так рада и думаю что я просто эти две ткани остатки соединю и сошью себе красивый стеганый жилет с одной стороны будет фланелька с другой стороны будет вот это вот крапива может быть он даже вообще двусторонний будет посмотрим как получится и что за платье я решила шить я нашла у себя уже переснятую выкройку по которой я еще не шила но пересняла ее как-то давным давно и это выкройка из журнала бурда 2022 года и выпуск был посвящен летним платьям best of вот такой вот номер и я опять очередной раз свежим взглядом посмотрела на модели мне многое снова в очередной раз понравилось ну вот так вот бывает я какую модель буду шить я супер простую модель но я кое-что тут все-таки переделала вот такое вот платье она оверсайз и спущенной линии плеча и здесь зачем-то добавлены вытачки свобода облегания гигантская зачем там вытачки я так и не поняла я все сверила со своими широкими платьями без вытачек поняла что вытачки у меня будут где-то непонятно точно не по груди расположены я их просто не стала делать и очень хорошо что не стала делать они мне правда там не пригодились что я изменила в этой выкройке это платье которое просто надевается через голову не нужна не пуговка не молнии ничего здесь нет прекрасно проходит голова и я ну во первых я удлинила пышную юбку она будет пышная пышная во вторых я сделала немного подняла высоту юбки до талии потому что там она не знаю зачем болтается где-то в районе бедер не очень-то красиво даже это на фотографии на модели выглядит и я удлинила рукав при этом я его продолжила заужать получилось здорово я уже сшила полностью верхнюю часть только осталось сделать обтачку горловины подшить рукав но осталось собрать юбку и посадить ее на место мне выкройка понравилась я не знаю почему я не решила с ней работать когда я ее пересняла можно ее принципе ввести в в категорию выкройка которым я бы еще поработала давайте покажу как это на модель модели это выглядит тоже так странненько поэтому наверное я все окне присматривалась присматривалась не могла понять нужно меньше такой платье или нет давайте посмотрим как это выглядит вот платье не станет как всегда выкройки и фотографии в борде это две разные вообще вещи на фотографиях обычно ничего не понятно девушки где-то ниже талии находится вот эта юбка сидит все очень странно в жизни все совершенно иначе и я не еще кстати не добавляла никакие припуски я сшила верхнюю часть сейчас я просто приложу это к себе и вы поймете как красив этот цвет и мне он очень идет я очень рада что у меня есть еще какой-то остаток ткани с удовольствием его применю еще в дальнейшем вот такой красивый цвет довольно удобная горловина спущенная линия плеча и длинный у меня будет рукав не по прямой а чуть-чуть зауженный я уже применял примеряла все выглядит здорово и осталось собрать тут совсем совсем немножко я может быть даже сейчас и продолжу сборку вот такие вот дела столько всего я успела за сегодняшний день я очень рада при этом я еще занималась кое-какими подготовительными к съемке работами для совместника еще параллельно подготавливала подборку для нового специального выпуска для вторника еще курировала кое-какие вопросы в общем день день просто прекрасно я очень довольна сегодняшними результатами и завтра в планах съемка видео съемка маленького урока для совместника и что еще еще перерывах наверное буду дошивать второе платье и с платьем сделаем маленький-маленький перерывчик пора уже сшить чехол для компьютера красивый я уже об этом как-то заикнул что я хочу сшить чехол и наверное я примусь за работу завтра достану красивые ткани для печерка будем их с рассматривать и что-нибудь начну из этого делать так что планов множество и на этом на сегодня буду с вами прощаться побегу еще чем-нибудь позанимаюсь раз я такая сегодня продуктивная и увидимся с вами завтра уже во вторник друзья обещала я примерку платье из теплого хлопка или фланели и могу сказать что это очень уютно и тепло довольно и тактильно приятно вот такой фасон платья я уже по этой выкройке шью в третий раз в этот раз были изменения вообще у платья пуговки по середине спереди нет вот такой рюши я ее добавила и пришлось сделать сзади молнию причем довольно длинную чтобы спокойно в это платье войти потому что она немного приталенное вот такая ширина рукава очень комфортно юбочка у меня она в этот раз ниже колено первая версия была чуть покороче что могу сказать про теплый хлопок ну конечно я пока его не носила это платье но она очень сильно прилипает к ногам если вы надевать только колготки и тут вступает конечно же палочка-выручалочка это внутренние комбинации комбинации уже прилипать все не будет конечно если она у вас не очень синтетическое после моего небольшого шорта про юбки нижние про комбинации писали что в советское время не были очень неприятные у меня французская и она тактильно очень приятная и довольно скользкая и без нее конечно не обходятся мои такие простые образы с платьями я надеваю ее абсолютно всегда и чувствую себя очень неженственно и очень комфортно в таком виде ну такое приятное платье получилось ушло у меня совсем немного ткани у меня ушло по моему меньше двух метров хотя я заказала аж мне кажется два с половиной потому что здесь посадка такая не очень оверсайз но главное что есть моя любимая пышная юбка без них я совсем никуда и очень приятный принт я уже поглядываю на какой-нибудь еще теплый хлопок когда покупала этот на сайте были еще белый в очень приятную такую тонкую коричневую клетку и в принципе в светлой ткани в коричневый горошек мне понравилось и в сердечке так что возможно я уже не на этот сезон а на следующий на зиму еще при какой-нибудь ткань даже возможно не на платье на какую-нибудь приятную блузу ну вот решила вам платье на себе продемонстрировать горловина кстати говоря по поводу горловины что-то она у меня сначала получилось прямо впивалась в шею было очень дискомфортно вырезать добавила немножко чтобы было комфортно комфортная посадка наверное это зависит от самой ткани в прошлые разы у меня была немножко стрейч ткань был и микровельвет такой немножко тянущийся и хлопок с эластаном и поэтому предыдущие версии были очень комфортно это ну так было не очень комфортно на шее но все зависит конечно от вас вот такое платье сейчас еще наверно камеру подальше поставлю чтобы показаться вам полный рост привет друзья сегодня вторник у меня сегодня день записи видео и монтажа и практически весь день я так и провела сидят за компьютером но потом в какой-то момент у меня был небольшой перерыв и в этот момент я что решил делать конечно же решила сшить платье и платье готово обязательно будет примерка и первого и второго платья конечно же это эти фасоны абсолютно на любителя и платье мешок любит не каждый но для меня это супер удобно это здорово сочетается и со свитерами подходит к моему гардеробу широкая в принципе если есть желание можно надеть пояс и сделать это платье более элегантным но я так предполагаю что я этого делать просто не буду потому что в таком виде мне его носить очень даже будет удобно и здорово больше ничего выкройки не меняла поэтому могу сказать что ее можно будет добавить в список базовых выкройек которыми я еще предполагаю что буду пользоваться два платья за пару тройку дней и давайте расскажу на какой стадии я нахожусь сейчас в вязании яси сейчас уже практически на финишной прямой по вязанию тела джемпера вчера что долго ковырялась я с резинкой то ли потому что номер спиц маленький то ли потому что резинка высокая я даже не вывязала еще три полосы белые как предполагается не уверена буду ли я их вывязывать хочу примерить посмотреть мне кажется что мне этой длины уже будет достаточно осталось мне вырезать 4 ряда и если я решу что все то закрыть петли и уже начать поднимать петли для рукавов такая модель получается широкенькая все как я люблю сегодня выложила shorts вы на ютюбе и конечно же получила много разных комментариев по поводу того что мой вид выглядит неряшливо что я в каком-то практически свалявшимся свитере но друзья это шикарный свитер с шикарной посадкой посадка специально такая чтобы она выглядела немножко небрежно длина для меня идеальная никакой поношенности свитера речи быть может это очень хорошая и дорогая пряжа привязался свитер именно таким потому что мне хотелось такую немножко расслабленную модель рукава на этот раз длинные и все равно я кому-то снова не угодила этим то рукава короткие то рукава длинные то странная посадка но о чем это говорит о том что мы все разные у каждого понятие красоты и того как должна сидеть вещь на человеке очень индивидуально оставайтесь собой и следуйте своим желаниям своему стилю у каждого он абсолютно свой вот такие вот новости на сегодняшний день я вам вчера сказала что планировала наверное еще хотя бы подобрать ткани для чехла на ноутбук но что-то пока это не случилось посмотрим что будет завтра завтра уже среда завтра я планирую выбраться все-таки из дома хоть ненадолго и не очень далеко но посмотрим что успею сделать до следующего включения в этом видео привет друзья я сегодня что-то немножко привознилась с рукоделием было много разных дел но решила что по крайней мере разложу красивые ткани для печерка от фирмы тильда и посмотрим полюбуемся на них вместе с вами а достала я их для того чтобы подобрать ткани для чехла на мой ноутбук у меня очень тяжелый большой ноутбук специально для работы такой как для геймеров весит он невероятное количество килограммов поэтому хочу сшить для него чехол возможно даже приделать ручки чтобы можно было если что выйти с ним куда-то на улицу и ткани ткани из коллекции блумсвель вот такая вот коллекция по моему прошлого года с японскими мотивами и всякими красивыми цветами ткань яркие выбрала я именно их у меня есть еще наборы но мне кажется что пусть чехол для ноутбука будет такой яркий позитивный немножко ярче почему-то камера передает цвета это не такой ярко-желтый горчичный тоже немножко побледнее что за мотивы во-первых японки в японском саду такая традиционная тематика красивейшие цветы на разных фонах разные немножко все принты потрясающе я открыла посмотреть ткани вот так вот повнимательный первый раз всегда оттягивает этот момент жду какого-то особого случая малиновые красные вот это тоже невероятное и я раскрыла ткани которые я не выбрала выбрала я немножко другую цветовую гамму хотя абсолютно вообще все все эти ткани между собой миксуются а выбрала я для себя вот такие вот очень весенний расцвет к синий цвет такой приятный с розовым и красным все как я люблю красно-розовые цветы вот такие будут я думаю что чехол я сошью с одной стороны одного цвета с другой стороны другого для разнообразия потом дамы японские на светлом фоне еще синяя ткань зеленая розовые дамы но мне кажется будет красиво я мне даже не кажется я в этом уверена вот эта ткань тоже просто потрясающе я буду использовать конечно как у кейта не очень широкие полоски чтобы ткани поместилось побольше а потом еще что-нибудь из них соберу из остаточков но остатки будут большие принципе этого набора слегка вы чтобы сшить какой-то блейзер и еще останется и вот такую выбрала но посмотрим как-то захотелось чего-то в такой цветовой гамме и сейчас я ткани раскрою простегаю потом буду вырезать по форме ноутбука и чехол будет на молнии на какой-то такой довольно большой типа тракторный стежка будет с уплотнителем и с изнанки будет какая-то однотонная ткань наверное хлопковые или может быть льняная посмотрим что больше понравится и приступаю к работе такая красота не могла не поделиться этим с вами привет друзья сегодня среда за окном солнышко чудесная погода я выходила днем встретиться с мужем и в очередной раз показывала вам шорт свой образ но я думаю что я на этом может быть сделала какую-то паузу да я продолжаю переодеваться каждый день это не очень хорошо сказывается на статистике блога поэтому просто продолжу это делать исключительно для себя и делиться этим наверное какое-то время не буду нужно взять перерыв но перерыва точно в чем нет так это в вязании в вязании все прекрасно я вчера довязала тело джемпера выглядит он вот так я его приложила кстати к джемперу малиновому в котором я появлялась вчера и он гораздо уже на это значит что посадка будет прекраснейшая прекрасная посадка вниз закрыла и сладко исландским закрытием любимейшим и подняла петли для вывязывания рукавов по описанию в рукавах будут делаться убавки каждые два с половиной сантиметра как же удобно когда тебе не говорят сколько конкретно рядов провязать но я себе ставлю маркеры пас поскольку вижу не два рукава одновременно magic клубом вижу их по очереди на коротеньких коронитеньких спицах номер три и просто себе отмечаю маркером ряд в котором я сделала убавку ну я посмотрю какая ширина будет в районе подрезов я набрала 120 петель это конечно очень много для моей руки и буду пока убавлять убавлять вешать маркеры и попеременно и еще это все примерять чтобы понять сколько мне нужно провязать но работа летит его очень неплохо хоть их одно и то же повторяется все хорошо и ниточка кстати говоря это все первый моток белой пряжи вот столько я связала и моточек все никак не закончится что касается основного цвета тот это уже четвертый моток но 7 мотков не явно снова не понадобится у меня будет остаточек очень приятный я его потом какие-нибудь жаккарды тоже пристроили может быть даже носочки свяжу хотелось бы попробовать эту пряжу и в носках так как она вообще-то носочная хорошо все получается красиво и уже жду не дождусь финала этого мероприятия вот такая вот история вязальная и что еще происходило я сегодня достала новые ткани от тильда и следуя своему швейному плану решила что нужно уже сшить чехол для ноутбука мало ли вдруг куда то есть придется с ним пойти хочется чтобы он был защищен и и показала в сюжете как выбирают ткани прострочила переднюю часть и заднюю чехла и поняла что как-то скучновато получается довольно широкие вот эти вот полосы это ширина самого ноутбука чуть побольше чем ширина его и что-то мне как-то кажется что это скучновато поэтому я решила присоединить еще 8 цветов разной ткани из набора и сделать квадратики квадратики будут повеселее они все будут разного цвета и почему бы нет если у меня будут остатки остатки у меня скорее всего от проекта будут уже сшитые я еще что-нибудь сошью по моему мне должно хватить примерно на что мне должно хватить на какой-то еще чехол для каких-нибудь предметов подумала что было бы неплохо например в чехлы убрать всякие стайлеры для волос они болтаются на вешалке в ванной немного там мешаются можно было бы их положить такие длинные чехольщики и где-то в ванной разместить приделать там петельки для того чтобы можно было их подвесить так что вот такой вот проект начала но красивое сочетание ткани очень яркий и позитивный как раз в тему предстоящей весны и лето так как я сшила еще не все после разговора с вами пойду это дело продолжу потихоньку буду двигаться я сегодня наконец-то решила еще раз дать шанс ножу для пэтчворка как-то не могу я с ним подружиться дело не в том что нож какой-то неправильно у меня ножа аж 2 1 от прима 2 китайский но у меня все время рука куда-то не туда идет я боюсь что я вообще останусь без пальцев поэтому сегодня тихонечко попробовала еще раз и вроде бы выходит не так уж и плохо так что продолжу резать на специальном мате ножом и работа пойдет думаю неплохо сейчас прям пойду еще на краю детальки и пойду их сшивать кстати у меня в видео так сверкать что-то непонятно но не очень видно это вот такие вот серьги из пластика приехали в качестве сувенира из турции они очень красиво такого бутылочно зеленого цвета подходит к моему сегодняшнему образ вот такие вот новости на сегодняшний день же увидимся с вами завтра в четверг друзья я тут собираю образ для выхода из дома и сегодня уже решила надеть новое платье смотрите как я его сегодня стилизовала я подпоясалась причем этот пояс из рафии я вязала для летнего гардероб но очень по цвету хорошо вписался горловина круглая очень удобная я подделаю водолазку воде такую очень облегающие для тепла чтобы не замерзнуть повязала сверху вот такой вот азиатский аксессуар потому что мне нужно было поддержать цвет моих грубых ботинок и по моему это здорово получилось ремень я надела с серебряными украшениями очень красивыми вот так вот это все выглядит и давайте покажусь еще подальше чтобы можно было посмотреть на сам силуэт платье на его длину и так далее попробую снять пояс и покажу вам ширину ширина классная мне очень нравится им это платье будет вариативным по настроению можно с поясом носить или очень с таким свободным силуэтом камеру сейчас вертикально перевернули никак не получается в кадр попасть целиком удобный рукав я его хорошо заузила к низу мне нравится конечно же это платье которое можно носить через голову крапива на раме но она мнется как лен примерно меня это вообще не смущает я считаю что этот стиль имеет место блыть очень многие европейцы носят лен вообще его не сильно отпаривает глаживая и я наверно принадлежу к категории людей которых это вполне устраивает захочется более расслабленного стиля будет вот так захочется чего-то более приталенного будет вот так и есть еще варианты ремней конечно разных один из вариантов вот такой вот широкий пояс из натуральной кожи вот таким вот образом конечно все это расправив тоже будет выглядеть красиво привет друзья сегодня четверг сегодня очень позитивный день в нем было не очень много рукоделия но зато была чудесная мини прогулка по солнечному теплому тбилиси и обету подруга чем занималась вчера и сегодня с утра сегодня с утра я продолжила сборку чехла для своего ноутбука работа конечно не завершена не простегано во первых вот это вот полотно номер один и полотно номер два на этом даже уже кстати пришила бирочку не простегала не уплотнила не выкрыла даже подкладку и вообще не посмотрела если у меня подходящая молния но я думаю что в ближайшие дни я это тем вопросом займусь будет очень ярко симпатично я сегодня зашла в ванну увидела что у меня из этих же тканей есть косметичка которую дарила подруга это значит что все что у меня осталось уже там есть на крови кройные и сшитые между собой и квадраты и полоски я преобразую в какую-то еще одну косметичку для ванны у меня будет прям полный комплект может быть даже кошелечек какой-нибудь себе сошью так вот получается я очень рада сегодня выгуливала уже новое платье из крапивы и это очень комфортно очень уютно я читала про то что этот материал отлично подходит и для лета но и для нашей грузинской зимы тоже вполне вышла из дома и думаю что-то мне так некомфортно странно себя чувствую оказалось что подъемник забыла надеть вернулась с улицы вернулась домой надела и уже тогда довольно вышла из дома очень уютный я думаю что я вам примерки его уже показала ну а теперь давайте про джемпер на каком этапе сейчас нахожусь я его вчера уже переснимала со спиц на леску для примерки оказалось что по описанию очень объемные рукава ну правда 120 петель оставить решила так как есть просто потому что это как бы джемпер с мужского плеча он весь такой объемный и рукав широкий но я иду медленно медленно на его заужение ну конечно быстро просто работа не пойдет потому что это практически столько же петель сколько на одной спинке было и вот так вот я потихоньку двигаюсь изделия в принципе довольно весомые и я уже даже подумываю что возможно мне понадобится все 7 мотков основного цвета но если будет остаток тоже буду рада со вчерашнего вечера я продвинулась вот буквально на столичка сегодня продолжу и ну работа еще вполне много остается тут еще и манжет будет довольно высоких полоску потом еще оформление горловины ну и второй рукав меня тоже ждет впереди поэтому я думаю что до выходных я точно с работы не справлюсь она перейдет скорее всего даже еще на следующей неделе но длина хорошая посадка отличная аверсайз но в меру комфортные и думаю что изделие будет довольно теплая за счет того что внутри протяжки вторым светом 2 моточек белой пряжи пошел в работу но только-только начался и немножко похудел пятый моток основного цвета вот так вот продвигается работа и продолжил с удовольствием и сегодня так резко сегодня потеплело что я приняла надо ускоряться с кое-какими проектами в шитье немножко отложу в сторону платья и займусь наверное на следующей неделе разрезанием прекрасного махерового пледа и буду шить облегченное пальто если ждете этого момента так же как и я то заглядывайте обязательно ко мне в гости на следующей неделе в недельный микс будет много всего интересного как обычно ну а я на этом с вами на сегодня попрощаюсь пойду еще позанимаюсь делами у меня есть запасе немножко времени потом мне нужно выйти будет из дома через 45 минут на 45 минут это на самом деле в довольно много поэтому пойду сейчас скрою внутреннюю часть чехла и поищу подходящую по цвету красивую большую молнию когда я начинаю изучать что-то для себя новое я конечно же хочу рассказывать об этом вам и мое первое знакомство с новым материалом с крапивой раме меня очень порадовала и решила вам тоже рассказать про этот материал вдруг вы про него не слышали не знаете о нем ничего и этот материал это волокно входит в категорию эко материалов и давайте узнаем почему посмотрите какая интересная текстура цвет немножко передается неверно но полотно имеет интересную фактуру и сильно мнется ну достаточно сильно мнется вот буквально если взять в руку сложить будет вот такой вот результат но красиво это какая-то благородная мятость даже не знаю как этого лучше объяснить но мне материал очень понравился и что говорят о его свойствах это крапива китайская и она конечно же крашеная но это растение используется и в медицине и для использования бумаги и в качестве в производстве но очень много уже веков используется и бывает волокно белое и зеленое и окрас очень интересные очень сложные цвета можно найти крапивы имеет высокую прочность материал активно очень приятно по-другому приятно не так как лен но чувствуется что волокно натуральное в смесовках в том числе используется например шерстью так как изделие в составе которой есть волокно крапивы рамами меньше подвержены усадки также прочность вискозным материалом придает волокна крапивы рам раме может могут превышать прочность хлопка и шелка приблизительно аж в семь раз одежда из крапивы раме позволяет телу дышать волокно прекрасно впитывает влагу быстро сушится тем самым поддерживая легкое ощущение прохлады одежда очень из этого материала комфортно и особенно в теплый сезон я про теплый сезон пока еще не прочувствовала потому что у нас такая южная зима но выгулев один раз это платье могу сказать что материал мне понравился вот сейчас падает свет и видно что он может просвечивать но просвечивает не так сильно так понравилось работать с ним что продолжу знакомство с материалом еще думаю что не раз с льном работала довольно много много сшила платьев юбок и теперь буду осваивать новые для себя ткани если не пробовали очень рекомендую очередная примерка в этом видео будет очень много примерок на мне но без этого как показать еще изделия на разных этапах работы поэтому давайте посмотрим как сидит на мне мой жаккардовый джемпер длина как всегда где-то до середины бедра ну я думаю что еще петли разровняются возможно немножко полотно пойдет вниз и широкая горловина здесь будет высокой высокой резинкой на которой будут тоже полосы вот представим что здесь еще примерно вот такая высота добавится по поводу рукава вот когда только начала вязать думала что какой-то супер широкий а сейчас примерки поняла что пропорции отличные отличные пропорции видно что соответствует ширина рукава ширине изделия рукав никакой не кусай и это джемпер такой как будто немножко с мужского плеча он по фасону такой и этом будет отличной базой мне кажется что ширина прямо замечательные меньше не надо больше тоже уже не стоит хорошо держит резинку чуть-чуть полотно стянулась на спицах два с половиной основное полотно на троечки и рукав конечно большое вязать здесь еще ого-го сколько я делаю постепенные убавки каждые два с половиной сантиметра убавки я делать продолжу в описании нужно было уже остановиться но для меня это конечно очень широко я продолжу мне осталось вязать примерно примерно где-то около половины того что отвязаны потом будут еще тоже полосатые манжеты вот такая работа идет кипит все хорошо тепленькое изделие не не колючая первый раз мне кажется я вижу из носочной пряжи плечевое изделие ну что-то я не припоминаю чтобы я так поступал но это насочная пряжа какая-то очень тактильно приятная и чувствуется что это шерсть и полиамид я здесь не чувствую очень красивая цветовая гамма у бренда sun is gone я так рада что я познакомилась с пряжей красивые у них очень благородные цвета и много сложных оттенков яркие есть если вы еще не пробовали эту пряжу купите моточек просто попробовать хотя бы в носочках или связать какой-нибудь маленький шарфик мне по крайней мере на данном этапе все очень понравилось примеряю кстати говоря я с такими на полу спортивными брюками они в полоску из серебряного люлекса и я думаю что я с этими брюками в том числе буду носить джемпер когда он будет готов будет очень симпатично привет друзья сегодня пятница финальный эпизод этого видео и давайте расскажу о продвижениях за вчерашний вечер продвижение ровно три сантиметра что-то вчера все время отвлекалась на какие-то другие дела и рукавчик не сильно вырос ну быть может вот настолько но уже видно что он пошел на заужение и чуть-чуть побыстрее будет идти работа сегодня я с удовольствием ее продолжим думаю что я вам уже показала в примерке джемпер чтобы было ясно посадка пряжа пока не сильно похудел моточек просто потому что вязала я вчера не так уж и много но получается все довольно красиво и работа в принципе несложная здесь несложный жаккард но его много весом и будет изделие я думаю что минимум 300 грамм даже побольше и уютное теплое и очень симпатичного цвета такое будет на все времена и абсолютно вне сезона изделия по поводу шитья конечно же я еще не продвинулась никак но мне прям было желание сесть сегодня записывать финальный сюжет чуть попозже и сесть пошить хочется уже готовый результат увидеть все сразу сделать не получается сегодняшний день я как обычно посвящу монтажу этого ролика чтобы вас порадовать в пятницу вечером и давайте подведем маленькие итоги этой недели я недели очень осталась довольна я за эту неделю сшила два платья раскроила чехол для ноутбука и наполовину чехол к тому же готов ну и очень неплохо продвинулась вязание джемпера на следующей неделе будут новые проекты много всего интересного и я уже сама в нетерпении погода становилась очень теплая к нам пришел антициклон и принес нам такое тепло почти как в середине весны и есть шанс выгуливать красивое платье с не такой перегруженной верхней одежды это очень здорово и я хочу поблагодарить вас как всегда за просмотр этого видео надеюсь что я вас на что-то вдохновила я знаю что многие зрительницы вместе со мной те кто давно смотрит канал вместе со мной начали шить делают в шитье хотя бы маленькие какие-то шашки я вот последние два дня все думаю о том что как здорово что я не забросила это дело я очень боюсь шить одежду до сих пор и два года назад я бы сказала что они точно не буду шить себе ничего и в том числе верхнюю одежду ночью хочется новых красивых нарядов и хочется иметь гардеробе вещи из натуральных материалов и выход какой выход взять все в свои руки и начать получать удовольствие не только от готового результата и от процесса нужно в нем тоже увидеть какие-то приятные моменты что-то полюбить к чему-то просто привыкнуть и знать что если ты будешь делать одни и те же вещи довольно регулярно они будут получаться с каждым разом все лучше и лучше и хочу пожелать вам не терять веру в себя быть собой во всем и да возможно что то что мы делаем с вами не будет нравиться всем и каждому но на это и дан нам этот прекрасный мир чтобы у каждого был свой взгляд на него свои привычки каждому нравится что-то свое просто нужно относиться к выбору человека с уважением и пусть ваше рукоделие приносит вам массу удовольствия но если вы что-то делаете в подарки или на заказ пусть то что вы создаете находит отклик в сердцах других людей благодарю за просмотр этого видео если оно вам понравилось поставьте ему лайк конечно же буду рада вашим комментариям и подписка на канал если вы вдруг заглянули в гости и вам здесь понравилось я буду рада видеться с вами снова желаю всем мира добра тепла хорошего настроения и подготовки постепенной к приходу весны даже если она будет снежная то пусть вашей пусть внутри уже будет такое небольшое пробуждение и желание носить красивые вещи и создавать что-то красивое вокруг себя до новых встреч увидимся во вторник в сюжете который я думаю что понравится всем кто давно на канале пока пока